Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Контрольная закупка. В Бобруйске прошло общегородское родительское собрание. От того, насколько качественно, безопасно и сбалансировано питание учащихся, зависит их здоровье. Что стало темой номер один. Дымовая завеса. На МО прогорел дом. В принципе, здесь никто никогда не жил. Что стало причиной ЧП. Чистый водоем. Активисты Союза молодежи присоединились к экологическому движению. Мы стараемся облагораживать территорию города Бобруйска. Где навели порядок. А также рабочий визит, контроль за ценами и нестабильная весна. В Беларусь идет похолодание. Чему быть готовыми. Горячий обед и полезный ланч. В Бобруйске прошло общегородское родительское собрание. Темой номер один стало питание в школах. На этот раз ели не дети, а их родители. О чем еще говорили в следующем материале. В доме офицеров настоящий шведский стол. Подходи и пробуй. Гастрономическая презентация от организации, которая готовит еду для бобруйских школьников. Как раз формирование культуры здорового питания – тема очередного общегородского собрания. В стройном ряду место находится и целым семейным кулинарным подрядом. Так, Ткачева представляет свой съедобный шедевр. Торт приготовлен своими руками, то есть мной. Он весь полностью съедобный. Фотография отпечатана на цветном пищевом принтере, который тоже можно кушать. У нас торт «История». Эта девочка на фотографии – это я, это мой сын. А учительница у нас одна на двоих. Спустя 30 лет она учит моего сына. Куполинка, уч-общепит и бобруйский мясокомбинат – главные поставщики полезной и вкусной еды в школьные столовые. На собрании родители дегустируют, чтобы понимать, чем кормят их детей. Рацион разнообразный и сбалансированный. То, что попадает на обеденный стол ученика – результат четкого выполнения алгоритма. Все начинается с проработки меню. Его составляют специалисты комбината школьного питания. Данное направление можно, в принципе, назвать приоритетным направлением деятельности учреждения образования. Прежде всего потому, что от того, насколько качественно, безопасно и сбалансировано питание учащихся, зависит их здоровье и будущее в целом. На собрании говорят не только о еде. Не обходят стороной темы пожарной и общественной безопасности. Особое внимание и профилактики детского травматизма. Максим Кеммель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Огненный переполох. В Бобруйске сегодня горел дом на Мопро. Пожар случился в районе трех часов дня. О ЧП на номер 112 сообщили очевидцы. Жилище к моменту приезда спасателей полыхало открытым пламенем. Крыша в результате возгорания уничтожена полностью, по словам соседей. Дом не жилой уже много лет. Я просто видела, ну, я недолго здесь живу. Милиция приезжала, машина просто стояла, кого-то забирали, убирали. А, в принципе, здесь никто никогда не жил. Причину пожара предстоит выяснить специалистам. По предварительной информации, никто не пострадал. Цена вопроса. Мошенники обещали помочь обвиняемому остаться на свободе и выманили у него 9 тысяч долларов. 45-летних аферистов задержали правоохранители. В июне прошлого года мужчины подстрекали 34-летнего жителя Кличева к даче взятки милиционерам. 10 тысяч долларов предназначали, якобы, для решения вопроса о прекращении уголовного преследования. Если бы дело все же дошло до суда, клиенту гарантировали наказание, не связанное с лишением свободы. Тогда им удалось получить от обвиняемого 5 тысяч долларов. А в марте состоялся суд, в результате которого мужчину приговорили к наказанию, не связанному с лишением свободы. В этот момент мошенники вновь появились. Заявив, что столь мягкий приговор – это их заслуга, они стали требовать еще 4 тысячи долларов. Одного из мошенников оперативники задержали Могилеве во время передачи денег, другого чуть позже в Минске. Следователи дали правовую оценку действий мужчин и возбудили уголовные дела за пострекательство к даче взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере. Семейный капитал, мониторинг цен и песенный конкурс. В Бобруйске пройдет отборочный этап «Х-фактор» когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и союзной тематики. Кроме того, будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией и дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В центре внимания сторон также совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы. В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала на кредиты по жилью и реабилитацию. В настоящее время подготовлен и внесен на рассмотрение в правительство соответствующий проект указа. Появление госпрограммы положительно повлияло на ситуацию с рождением третьих и последующих детей. С 2015-го на свет появляются около 20 тысяч таких малышей в год. Парламентарии продолжают еженедельный мониторинг цены товара в аптеках и магазинах, которые пользуются у населения большим спросом. Особое внимание на социально значимую группу. В частности, речь идет об овощах, крупах, мясной и молочной продукции. За ценами депутаты следят вместе с профсоюзами. Отборочный этап песенного конкурса «Х-фактор» пройдет в Бобруйске 6 мая. Попробовать свои силы могут все желающие от 16 и старше. Все, кто планирует посетить живое прослушивание в своем городе, должны обязательно пройти предварительную онлайн-регистрацию. Накануне предкастинга участники получат СМС-сообщение с указанием даты, времени и адреса проведения прослушивания. В Беларуси идет похолодание. Уже в ближайшие сутки температура воздуха опустится и будет ниже климатической нормы. Ощущение холода усилит и западный порывистый ветер. А ночью местами прогнозируются заморозки. Во многих районах пройдут дожди и мокрый снег. Такая погода сохранится на выходных и в начале следующей недели. Минздрав Беларуси обновил статистику ПКОЯ-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1170 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 348 486 человек. Полный курс вакцинации против коронавируса в стране прошли уже свыше 75 тысяч человек. Более 211 тысяч получили первую дозу прививки. Помимо российской и китайской вакцины, медики используют спутник ВИИ отечественного производства. Как отметили в ведомстве, случаев осложнений не установлено. Примерно у 10% привитых регистрируются общие поствакцинальные реакции в первые трое суток после антиковидного укола. Синёка и Беларусь – слова, знакомые каждому с детства. В стране проходит экологическая акция. К зелёному движению присоединился и Бобруйск. Карина Гуреевич о чистоте в мелочах. Патриотизм можно проявлять по-разному. Однако в любом случае это забота о родине – малой или большой. И нет ничего важнее для истинного белоруса, чем беречь одни из самых главных символов синёкой – реки и озёра. Ведь каждым из них – отражение наших сердец, помыслов и надежд. В апреле мы все субботы участвуем в республиканских субботниках. Был городской субботник, республиканский субботник. Мы убирались и на Березине. Площадь Победы, памятники Великой Отечественной войны. Мы стараемся облагораживать территорию города Бобруйска. Учащиеся торгово-экономического колледжа не привыкли мусорить, а даже наоборот. Уборка для них привычное дело. Традиционная весенняя акция проводится с 2014 года. Ежегодно чистый водоем объединяет свыше пяти тысяч таких же неравнодушных белорусов. Убираем водоем, чтобы он был чистым, не грязным, аккуратным и было красиво здесь. Можно было прийти, посидеть, отдохнуть. Принять участие в экологическом движении могут все желающие. Для этого нужно обратиться в районные учреждения Белорусского общества охотников и рыболовов по месту жительства, где выдадут все необходимое – мусорные пакеты, перчатки, а также помогут с вывозом собранных отходов. «Наш город должен быть ухожен и быть в чистоте, чтобы наши достопримечательности были в чистоте и чтобы мы гордились нашим городом». Здесь мое небо, мой дом, мое сердце. Бобруйск – историческая находка, излюбленное место туристов и дом многих известных личностей. Ценить и беречь его долг каждого местного жителя. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА